МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами все еще находимся в Екатеринбурге на студии анимационного кино. И сразу же видим режиссера Алексея Караева со своей группой в костюмах шекспировской эпохи. Потому что группа делала в Екатеринбурге фильм по комедии Шекспира «Как вам это понравится». Это большой анимационный заказ. Студия «Крисмос» московская осуществляла этот огромный проект экранизации шекспировских произведений на разных студиях и с разными режиссерами. И фильм этот получил множество разных премий, в том числе и за художественные решения. Алексей Караев родился в Екатеринбурге в семье знаменитого стыковеда и миссионера, внесшего огромный вклад в развитие Чукотки. Леша Караев закончил архитектурный институт отделения промышленного дизайна. Два года я работал в НИТ. Проектировал пять машин для производства колбасных изделий, две пилы, два рубанка. Эти увлекательные занятия промышленным дизайном Лёше пришлось прервать, потому что его мама услышала однажды о наборе на высшие режиссерские курсы, которые, в конце концов, он и закончил. Вот в этой документальной ленте вы видите, во-первых, его дипломный фильм «Кот в колпаке», а во-вторых, его молодых соратников тогда. Это Владимир Питкевич и Александр Петров, который был, кстати, здесь и художником-постановщиком. А вся история была сделана по произведению доктора Сьюза, американского писателя, ученого и художника. В те поры нам совершенно неизвестно. Рыбы в игры не играют, рыбы в небе не летают, пора полет, чур, я пидот. Однажды Алексей нашел рассказ доктора Сьюза, но всего остального творчества он не мог обнаружить. Через некоторое время я поехал на дачу Чуковским, потом встретился с какой-то его родственницей, которая меня привела в его дом, и я до сих пор помню огромный стол, и мне сказали, вот здесь я работал, в Чуковской за этим столом, здесь он писал свои вещи. Вот, говорит, садитесь, смотрите, говорит, а вот доктор Сьюз. И мне подходит в полке, и показывает на английском языке, наверное, книг 30. Это у доктора Сьюза. Огромный он. Садитесь, смотрите. Мы познакомились, первый раз мы по Ильяме там супом, походили там по городу. В следующий раз я уже приехал с фотоаппаратом, по тем временам, ксерокса не было, пленкой МЗ, как три, которые можно четко перефотографировать, и вооружился с этим, переснял все книги, которые там были. До сих пор они у меня вот 10 лет, питают меня. Они были ответы на английском языке. И, честно, перевели на русский язык все. Думаю, уже как бы в прозе, соответственным путем. Но картинки, доктор Сьюз был художником, но не как художника он меня привлек, а просто к парадоксальности. Так что Алексей Караев со всей семьей перевели доктора Сьюза на русский. И фильм «Добро пожаловать», который вы сейчас видите, тоже сделан по его сказке. Художник-постановщик Александр Петров сделал этот фильм в технике живопись на стекле. Эта техника стала впоследствии любимой техникой Александра Петрова. Пожалуйста, подвезите меня на ваших рогах. А? Нам кажется, по пути. Пожалуйста. Благодарю вас. В частности, Чеков-то я тоже спрашивал. Такой великолепный материал. Почему Корнеев Иванов не переводил доктора Сьюза? А мне ответили так. А он боялся его перевести, испортить его. Эээ, стой! Стой! Это у тебя там что? Нет, 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 нет. Это мои гости. Ну, собрались все актеры, главного Леонова нет, как всегда. А тут я действительно вижу такое, как он в кино. Мы начинаем что-то озвучить, я что-то говорю, там, как бы дирижирую. Меня-то очень неловко так-то чувствую, что с актерами, как-то первый раз так. Вдруг уваливается Леон. Шапкин, обекрен, зимний такой, это сам. Вот я пришел. Ну, что там? Быстро. Встал к микрофону, начал говорить. Потом кино, а потом начали озвучивать, и как-то так пошло, а потом что-то плохо работаем. Кино-то хорошее, а ты сядь, сиди. Ну, вот сами сделаем, все. Куда? Я на тот берег. Стоп, 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 стоп. Нам нечего делать на то вы береги. Оль. А в отельце старого дома, там была совершенно другая задача. Замысел родился, может быть, от книжки Паустовского. Я в поезде ехал, там, когда я его толком не читал, тут как-то надо было. Книжку купил Паустовского рассказа, и начал смотреть, смотреть. Так, и какой-то атмосфер, вообще, возникает какое-то ощущение непонятной атмосферы в целом. Капли какие-то, лягушки, там, еще что-то такое. Потом это вспоминание детства какого-то. Вдруг у меня захотелось по этому фильму вот создать нечто такое, создать время. Запечатлеть время, ощущение времени. То есть ощущение того, что у тебя в руках набрана вода или песок, ты на него смотришь, что-то вспоминаешь, 10 минут, и она медленно утекает в кус пальца. Ну, и ты его не можешь, но что-то очень все хорошее проходит. Она медленно-медленно утекает. И это проходит 10 минут. Все фильмы Алексея Караева очень разные, но очень добрые. А «Жильцы старого дома» – это мой любимый фильм. И художником на этом фильме был Валентин Ольшунг. Но, правда, получите удовольствие от самого фильма. Мне хотелось сделать этот характер. Вот этого слона, даже прообраз был какого-то некого, может быть, не знаю, Сахарова, что-то такого, мощного человека, сильного, в то же время несколько беззащитного. Вот, и даже, когда мы снимали, я в хронике брал его, там просматриваю, когда он в Сахар приезжал, в Екатеринбург мне давали специальную хронику, там, как он ходит, как он двигается, там, все, хотелось создать вот такой вот образ. Фильм «Я вас слышу» тоже сделан по сказке доктора Сьюза. Алексей говорит, что даже в анимации он любит разнообразие, то есть каждый кадр все-таки должен чуть-чуть отличаться от предыдущего, дышать. Это создает все-таки живое изображение, дает фильму воздух. А это уже работа над фильмом «Как вам это понравится». Фильм озвучивался в Англии с английскими актерами. У нас задача одна. Если мы делаем красивое кино, хотя бы просто красивое, то мы считаем, что задачи свои выполнили. И сценарий-то был взят самый такой мнение сюжетный, самый менее драматичный, где больше природа были, собак там, не знаю, чего угодно. По крайней мере, я чувствовал из этого материала, что я смогу хоть что-то сделать эстетически красиво, получить какое-то эстетическое удовольствие. То есть во всех фильмах, в принципе, я всегда стремился, чтобы фильмы были, в общем-то, добрые. Я никогда на стиле никого там не пропагандировал. И, в общем-то, эстетика изобразительная для меня тоже была очень важна. Это кадры работы над фильмом в Екатеринбурге. Алексею Караеву и художнику Валентину Ольшмангу было чрезвычайно важно сохранить историческую достоверность костюма. А это уже презентация фильма в Англии. И это принц Чарльз. Он, конечно, удивил несколько минут Алексею и говорил с ним, разумеется, о природе и о погоде. И вот снова Екатеринбург. Группа Алексея на фильме «Как вам это понравится». А вот в шляпе с пером это художник этого фильма Валентин Ольшманг. Вот цилиндр Шапокляк, в котором венчался мой дед. Вот он, лондонский цилиндр. Вот он в нем на фотографии стоит. Держит его под мышкой. Я знаю то, что он до революции, по-моему, в 16-м году был направлен на строительство первой электростанции. Электричество тогда в Свердловске появлялось. И, в общем, был довольно известный человек. А папа был с молодости фото-любитель. Буквально вот с первых фотоаппаратов, появившихся в природе. Потом появлялись любительские камеры. Он этим увлекался и занимался все время. И мне это от него передалось. Совсем недавно я узнал, что он хотел быть кинооператором. Но у него совершенно это не сложилось. В общем, время было. Время определило свои пути. И для меня это было потрясением. Он всю жизнь мечтал и нес в себе эту мечту. Это, видимо, передалось в меня. Потому что я вспоминаю, как он меня встречал. Я приезжал из Москвы и рассказывал, показывал ему конспекты по истории зарубежного кино, по истории российского кино. И он все это слушал и учился за меня вместе со мной. Я боялся дико Свердловской студии. Жутко. Я боялся переступить порог. Я помню это чувство, что мне казалось, что вот я переступлю порог, и все, я погибну. Я куда-то провалюсь в яму, в гнилое болото. Но Оксана появилась. В моей жизни это многое определило. Необыкновенно интересный человек и режиссер. Сложнейший. И сразу задача сложнейшая была поставлена. И сразу планка такая высокая, что все в гиковские заслуги пали. Все пришлось начинать с нуля. И в этом смысле вот мне повезло. Очень. Началось с адских сложностей. Тайны творчества, они нисколько не меньше, чем работать в станковом изобразительном искусстве и работать наедине с самим собой, рисовать картинки. Ты все равно ставишь те же самые задачи, работаешь с темой и играешь роль персонажа, которого ты создаешь. На фильме «Без крыло гусенок» Ольшинок выступал впервые в качестве художника-постановщика. Потом жильцы старого дома с Лешей Караевым. В общем, все звезды мне достались. Очень хорошие режиссеры. Ну, в общем, весь свет. Свердловская анимация. Поэтому мне пришлось хлебнуть. И, в общем, мне некогда было опомниться. Потому что с художниками было сложно. Стиль – это рука. Вот от руки, от своей избавиться невозможно. Все остальное – это дело наживное. Все остальное – это уже ты переживаешь. Это дело профессии и труда. А вот от руки, по-видимому, избавиться невозможно. То есть это твоя природа. Вот она будет сказываться. Вот это и есть стиль художника. Его индивидуальность. А еще Валентин сказал так. Я жалею о театре до сих пор. И если бы попал в театр, то жалел бы о кино. Я ведь работал в театре после художественного училища. Но безумно полюбил кино. И Ольшванг поступил во ВГИК. И окончил ее. В заставке «Спокойной ночи, малыши» Ольшванг был художником у Юрия Норштейна. Норштейн – это Норштейн. Это такой неописанный космос. Вот. И поэтому это безумно интересно и безумно сложно. И чем интереснее, тем сложнее. Ну, в общем, как с любым режиссером. Всегда. Тут дело в отношении к профессии. Это тяжелый труд. Довольно грязный. И физически довольно тяжелый. Потому что болят глаза, болит спина. Приходится очень много рисовать. И приходится самое главное – это общаться с режиссером. И играть роль режиссера. Пытаться его понять и проигрывать вместе с ним его замыслы. То есть это вместе пережить все. Родиться и умереть. Это как жениться. Вот. И жить в браке с человеком. Потому что, ну, тут все переживаешь. Все радости, горе. И удачи, неудачи. Поэтому действительно это безумно сложно. Работать вот так, бок о бок с человеком. И все это замешано на страстях. И сначала ничего не получается. Я не помню ни одного фильма, который бы сразу вот так вот взял и придумался, и нарисовался. Обычно умираешь просто от собственной бездарности. Потом во сне приснится вдруг. В один неожиданный момент. Самый неожиданный момент, когда уже жить не хочется. Снится во сне. Вдруг. Так, как это должно быть. И ты приходишь и рисуешь. Но вот когда этот момент придет, и что до него, никто сказать не может. Фильм «Розовая кукла» – это дебют Валентина Ольшинга в режиссуре. Есть! Тьфу, кушать! Ощущение детства. Это, конечно, послужило материалом прежде всего. Толчком к работе над этим фильмом. Почему вообще существуют страшилки, как любой фольклор? Как разновидность фольклора? Потому что таким образом выходят из тебя эмоции. Мы жили в 60-е годы, мне до школы, вот в дошкольном возрасте. Это были хрущевские дома, такие кирпичные пятиэтажки. Район Виза, пыльный, довольно такой рабочий район Свердловска. Рядом были бараки, очень много бараков, где жило много татар. С этими татарскими детьми мы все время общались и играли. И все время где-то рядом существовали, рядом вместе с нами существовали эти истории о каких-то страшных черных дядьках, которые обязательно дарят детям отравленные конфетки, манят. Потому что это жило рядом, вот за заборами здесь должен быть параллельный мир, и он тайну хранит. Розовая кукла – страшилочный образ девочкиного одиночества, ревности к маме, которой нет дома, которая внимание уделяет другому человеку, а не ей. И это превращается в такой кошмарный образ. Не только кошмарный, но он в чем-то привлекательный должен быть. Я не знаю, получилось ли это в фильме, но он должен быть и привлекательным, потому что черты мамы он тоже несет в себе. И черты себя самой, да, девочки, он несет в себе. Монстр – это накопившаяся страсть ребенка, которую он хочет вылить на кого-то, а рядом нет другого человека. Это фильм про то, что не забывайте любимых людей, вот они тут рядом. Будь умницей, только пианино не трогай. Ага. В общем, это все придумано было Митькой, которому было в то время 6 лет. Это сын, конечно. Вот и кукла, которая режет горло. У меня записано очень много его замечательных историй. Вот этот колорит, он их рассказывал много. Там было потрясающие детали. То, что, как, например, справиться. У него были рецепты записаны. Как избавиться от розовой куклы. Огромное количество рецептов. Во-первых, что это такое, почему она приходит, что существует красный доктор. Он должен обязательно там кровь у всех собрать. Потом он берет куклу, вспарывает ей живот, эту кровь туда закапывает. Значит, и так далее. Зашивает. Рецепт создания. Трубочки у него, как это все устроено. Потом, значит, она приходит, чтобы всех убить. Вот ее назначение такое. И как от нее избавиться. То, что вот задушить скакалку, это все мить, кому я придумал. Сейчас уберемся. Так вот, надо очиститься. Сначала отстоять. А потом уходить. Отдай мою руку. Сцена, где девочка говорит. Отдай мою руку. Вот она очень долго не рисовалась. Эта сцена не могла придуматься и нарисоваться. И потом я вспомнил Надю, как она это говорит. Придумано это ей. Вот такой выход энергии в конце. Она должна сказать, отдай мою руку. Тоже логики в этом нет. Но вот чисто эмоциональное движение. По движению, по ритму. Вот такой выход должен быть, отдай мою руку. Это финал всех страшилок. И она бабкам это говорит. Потому что достали они ее. У меня не получалось мультипликат. Я Надю нарисовал. Вот как она говорит, какое у нее лицо в это время. Нарисовал ее. И просто ее вот переложил в характер девочки. Так появился, отдай мою руку. Станок. Это маленький очаг, на который все слетается. И как мотылек летишь. Такой волшебный свет, когда уже все разошлись. Ближе к ночи. Сутками напролет здесь проживаешь. И ночуешь здесь обычно, на этом самом месте, на кушеточке. И так вот и делается кино. В общем, какая-то тайна притягивает. Необъяснимая. Объяснить это невозможно. Но вот как-то так проживаешь. Все. И это всегда тяжело почему-то. И не знаешь, как сделать легче. А чем-то все равно это привлекает. Не знаю, чем. Ну что ж, к сожалению, нам с вами приходится уезжать из Екатеринбурга. И расстаться с этими прекрасными людьми. И их прекрасными фильмами. Школа Екатеринбургских аниматоров получила всенародное и всемирное признание. Мы надеемся, что и в дальнейшем она будет развиваться и радовать нас. А мы поехали дальше по необъятной стране анимации. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok